Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет. Я, священник Андрей Лоргус, читаю книгу Бытия. Это чтение посвящено праотцу нашему Аврааму. И это глава пятнадцатая книги Бытия. После сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении и сказано «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». Авраам сказал «Владыка Господи, что ты даешь мне? Я остаюсь бездетным? Распорядитель в доме моем, этот Елеезер из Дамаска, И сказал Авраам, вот, ты не дал мне потомства, и вот, домочадец мой, наследник мой». И было слово Господа к нему, и сказано «Не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником». И вывел его вон и сказал «Посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь честь их». И сказал ему «Столько будет у тебя потомков». Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. И сказал ему «Я Господь, который вывел тебя из ура халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение». Он сказал «Владыка Господи, почему мне узнать, что я буду владеть ею?» Господь сказал ему «Возьми мне трехлетнюю телицу, трилетнюю козу, трилетнего овна, горлицу и молодого голубя». Он взял всех их, рассек их пополам и положил одну часть против другой, только птиц не рассек. И налетели на трупы хищные птицы, но Авраам отгонял их. При захождении солнца крепкий сон напал на Авраама, и вот напал на него ужас и мрак великий. И сказал Господь Аврааму «Знай, что потомки твои будут пришельцами в землении своей и поработят их и будут угнетать их четыреста лет». «Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После сего они выйдут с большим имуществом. А ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй. В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззаконий Амареев доселе еще не наполнилась». Когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым, как бы из печи и пламя огня прошли между рассеченными животными. В тот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав «Потомство твоему даю я землю сию от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата». И вновь мы читаем о встрече Авраама с Господом. Вся глава посвящена этому диалогу. Господь беседует с человеком. Человек беседует с Богом, Богом Всевышним. Всевышний обращается к человеку, говорит ему о великой награде, а человек обращается к Всевышнему, спорит с Ним, спрашивает, требует. Только с Авраамом происходили такие встречи, и потом с Моисеем. Но Моисей был обожжен видением Божиим, а Авраам нет. Бог является Аврааму многократно. И эта встреча особенная, потому что здесь впервые звучит завет, договор. Бог обещает, вступает в завет. Что же он требует, как другая сторона договора? Что же должен Авраам Богу? Только веру. Только веру и исполнение того, что Бог ему велит. И Авраам все исполняет, все и верует. И Бог веру Авраама вменяет в праведность. О чем же говорит вновь Господь Авраам? Он ему говорит, что у тебя будет вся эта земля. Все ты будешь иметь в этой земле. Ты будешь здесь царь. Но Аврааму, для того, чтобы он почувствовал себя царем, нужен потомок, нужен сын. И Авраам с горюча говорит Богу, ты не дал мне потомство. Заметьте, Авраам не обвиняет цару и не принимает это как собственную вину бесплодия. Он говорит, ты, Господь, не дал мне потомство. Это твоя воля. Дать потомство мне и царе или не дать потомство? Ты не дал мне потомство. А мой домочадец, Элизер из Дамаска, после моей смерти он завладеет всем, потому что он домочадец, он как мой помощник, как мой домоуправитель. И он просто возьмет по факту и будет владеть всем моим имуществом, потому что никого, кроме меня, в моем доме больше старших нет. Господь говорит, нет. Элизер не будет командовать, а будет командовать тот, кто произойдет из чресл твоих. Авраам поверил Господу. И он, Господь, вменил это в праведность. Поверить, что у старика будет сын. Когда родится этот сын, Авраама будет сто, а Саре восемьдесят. Даже по меркам того древнего времени это была уже старость. Авраам мог не верить, мог совершенно спокойно сказать, этого не может быть. И Сара могла сказать, как потом мы это увидим, при следующей встрече. Но Авраам поверил. Поверил в невероятное. Он поверил в неземное. Он поверил в то, чего не бывает в нашей жизни. Совершенно, абсолютно. Вот Бог довел всю ситуацию до полного абсурда. И это было ему угодно. Потому что чудо его, рождение сына Авраамля, должно было быть на чистом листе. Там, где уже земных шансов нет. Этот лист должен был очиститься. Уже никто не может поверить. Уже никто не может посеять там, где семя мертво. И вот тогда Бог дает семя жизни Аврааму. Отец Авраам рождает сына. Авраам поверил в это. Он не знал, как это может произойти. Каким чудом Бог Всевышний совершит это. Но он в это поверил. И еще. Господь сказал ему, вот эту всю землю я дам тебе. И твое потомство будет настолько же велико, насколько велико количество звезд на небе. Он вывел его и сказал, ну вот посчитай, если можешь. Посчитай звезды. Ты можешь их посчитать? Что ты видишь своими глазами? А Аврааму уже было много лет. И зрение его явно уже было не как у молодого. И тем не менее, ты не можешь посчитать даже того, что ты видишь. А вот твоего потомства будет больше. И в это поверить Аврааму пришлось до конца своих дней, потому что сына своего он увидел, а потомство свое, которое должно было увеличиться до числа звездного, он не увидел при своей жизни никогда. И так и умер, когда у него был сын и были внуки. Удивительная, дерзновенная вера Авраама. И дерзновенное его отношение к Богу Всевышнему, с которым он говорит, с требованием, с горечью, с чувством. Но это подлинная вера, горячая, огненная, сильная, всецелая, всесердечная вера Авраама к Богу. Вот такой он человек. Я еще раз прочитаю это место. И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего. И благословил его, и сказал, благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыке неба и земли. И благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои. Вот об этом Мелхиседеке очень многое, что напоминает нам из современного богослужения Писания. Таинственный и великий царь и священник Бога Всевышнего. И все дела, которые совершал Авраам, это были дела Божьи. И Авраам совершал все в этом удивительном духовном союзе, то есть союзе с Богом Всевышним. и слушался, и благодарил, и исполнял, и веровал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok